В первом фильме нашей серии, посвященном классификации разнообразных химических превращений высокомолекулярных соединений и рассмотрению полимер-аналогичных превращений, как основной подход к пониманию этих принципов был выделен принцип, получивший название приближения флори. Исходя из него, можно сказать, что хорошее знание органической химии позволит найти в первом приближении способы направленного получения полимеров с заданными свойствами, зная свойства низкомолекулярных аналогов и пути получения веществ с нужными функциональными группами. В этом фильме рассматриваются специфические особенности, которые все же отличают высокомолекулярное состояние вещества от всех прочих, вследствие ряда эффектов, присущих исключительно макромолекулам. Это эффекты соседа и локальных концентраций, конфигурационные и конформационные, электростатический эффект и влияние надмолекулярной структуры. Экспериментально разница в поведении полимеров и их низкомолекулярных аналогов проявляется различным образом, например, в кинетике процессов. Зачастую наблюдается автокатализ, как в случае процессов гидролиза некоторых полимеров, так и защита исходных функциональных групп, вновь образовавшимися, то есть автозамедление реакции полимероналогичного превращения. На рисунке видно, что с глубиной хлорирования резко уменьшается характеристическая вязкость у полимеров совершенно разнообразной природы, что не может объясняться исключительно процессами диффузии. Самым простым и во многих случаях самым верным объяснением служит эффект соседа. Как говорится в узбекской пословице, ближний сосед ближе дальней родни. Конечно же, влияние пространственно-близкого окружения не может не быть значительным. У линейного полимера каждая функциональная группа окружена двумя ближайшими соседями. Потому и её свойства будут разными в зависимости от того, оба соседа подобны ей, либо один или два заменены. Таким образом, эффект соседа – это изменение реакционной способности исходных групп под влиянием появившихся по соседству новых групп. Общая скорость процесса по закону действующих масс будет пропорционально количеству непрореагировавших групп и зависеть от окружения каждой группы. Поскольку количество реагента, например, воды, гидролизе, значительно превышает концентрацию групп полимера, можно считать её постоянным, а реакцию – псевдомономолекулярной. Если соседние группы никак не влияют на реакционную способность исходной, то её содержанием и будет определяться скорость реакции, замедляясь с глубиной конверсии. Тогда зависимость логарифма содержания групп А от продолжительности реакции будет представлять собой прямую. Если вновь образующиеся группы катализируют превращение исходных соседних групп, их концентрация в кавычках будет снижаться быстрее, чем в первом случае. Но если вновь образующиеся группы защищают исходных соседей, эта концентрация будет снижаться медленнее. Но суть эффекта не только и не столько в кинетике. В конце концов, можно и подождать. Давайте рассмотрим несколько примеров. Щелочной гидролиз полидифенилметилметокрилата затруднён наличием двух объёмных фенильных колец, стерически исключает влияние соседней группы. В этом случае эффект соседа отсутствует. Поэтому при вращении в полимере, находящемся в тепловом движении, может подвергнуться любая случайная группа. В результате образуется статистический сополимер, в котором распределение различных звеньев носит случайный характер. А вот щелочной гидролиз полипара нитрофенилметокрилата протекает с ускорением процесса. Видимо, происходит нуклеофильная атака карбонильного углерода отрицательно заряженным кислородом, образующегося соседнего карбоксильного звена. Поэтому вероятность подвергнуться гидролизу у соседнего звена выше, чем у звена, окруженного двумя исходными группами. Поэтому образуются блоксополимеры. Щелочной гидролиз полиакриламида протекает с явно выраженным замедляющим эффектом. Рядом с амидной группой появляется карбоксильное, что стабилизирует обе группы по причине образования водородной связи между кислородом этой группы и протоном атомидной, на котором вследствие отсутствия электронной оболочки очень высокая плотность заряда. Поэтому вероятность вступления в реакцию у такого соседнего звена меньше, чем у далее расположенных. Образуются чередующиеся саполимеры. Таким образом, эффект соседа влияет как на кинетику реакций полимероналогичных превращений, так и на состав образующих сапродуктов. В случае отсутствия эффекта образуются статистические саполимеры при ускоряющем эффекте блок саполимеры и при замедляющем чередующиеся. Какие еще эффекты оказывают заметное влияние на процессы полимероналогичных превращений? Среди них отметим следующие. Конформационный эффект, примером которому может служить гидролиз поливинила цитата. Конфигурационный эффект, то есть различие в реакционной способности изо- и синдиоизомеров. Надмолекулярный эффект. Еще из школы мы знаем, что переработка целлюлозы невозможна без мерсеризации, обработки 18% щелочью, что превращает кристаллические участки в аморфные. Концентрационный эффект. Это локальное повышение концентрации вокруг макромолекулы. Электростатический присущ заряженным участкам макромолекул. Вот пример конформационного эффекта. Получение винилового спирта, который нельзя получить из мономера. Добавление ацетона изменяет конформацию макромолекул, доступ облегчается. Значит, меняя качество растворителя, можно регулировать процесс полимеронологичного превращения. Процесс гидролиза полиметакриловой кислоты сильно зависит от того, какая пространственная изомерия присуща полимеру. Процесс протекает значительно легче, если используется изотактический полимер. При щелочном гидролизе к конфигурационному добавляется и электростатический эффект. надмолекулярные эффекты можно наблюдать во многих случаях, особенно, когда у полимеров имеются кристаллические участки. Это твердофазное хлорирование полиэтилена, радикальный процесс, когда скорость диффузии их имеет решающее значение. Другой пример окисление полипропилена, также исключительно инертного вещества, свойства которого ухудшаются при эксплуатации медленнее, если он предварительно хорошо сориентирован. Особо отметим концентрационный эффект, который отличается от других принципиально. Если обычно реакции у полимеров протекают менее интенсивно, чем у их низкомолекулярных аналогов, то концентрационный эффект действует противоположно. Реагенты и, если они есть, катализаторы могут образовывать оболочки внутри и возле макромолекулярных клубков подобно сальватным оболочкам. Концентрация локально выше, чем в среднем в сосуде, и, соответственно, по закону действующих масс, скорость реакций повышается. Таким образом, в этом фильме мы рассмотрели основные отличия в протекании реакции полимер аналогичных превращений от подобных процессов с низкомолекулярными аналогами полимеров. Рассмотренные эффекты это эффект соседа, конфигурационный, электростатический, конформационный, надмолекулярный и другие связаны с поведением полимерных цепей макромолекул. Субтитры создавал DimaTorzok